Слушайте доктора. Не только в моей жизни, а в жизни Кировской области. В частности, в жизни здравоохранения. Я стала победителем. Вошла в тройку лучших врачей-онкологов России. Я читала, конечно же, материалы про вашу победу. Но про сам конкурс не очень поняла. Для чего это? Для кого это? Что для этого делалось? Потому что профессиональные конкурсы парикмахеров непонятны. Извините за сравнение. А профессиональные конкурсы врачей не очень мне понятны. Я, по крайней мере, в первый раз с этим сталкиваюсь. Ну и вы в первый раз участвовали в таком конкурсе. Да, участвовала в первый раз. Поэтому расскажите, пожалуйста, как все происходило. Для чего вы пошли на этот конкурс? Что вас мотивировало? Или кто вас мотивировал? И как все складывалось? На самом деле конкурс был вообще инициирован Министерством здравоохранения по предложению президента Российской Федерации. Цель была поднять престиж профессии врача. Вот о чем задумались. Да. То есть на самом деле у нас же очень много профессий таких социально значимых. И в том числе профессия врача, чтобы ее как-то показать, показать людям, какие у нас есть специалисты в России. И что они могут быть не только в центре России, а в разных регионах. Ну и вот такой был создан конкурс. Он уже не первый год существует. В этом конкурсе принимают врачи разных специальностей. То есть по разным номинациям проводится конкурс. И конкурс проводится в несколько этапов. Ну вот сейчас остановимся на том моменте, до этапов, на том моменте, что задача стоит поднять престиж профессии врача. Слава Богу, что об этом государство думает. Нет, потому что мы же знаем прекрасно, сколько критики раздавалось в последние годы, да даже десятилетия, в сторону нашей медицины и врачей в отдельности. В чем только они обвиняют врачей и в низкой подготовке, и в недостаточном усердии, и чего только нет. И кто-то говорит, что врачи устали в связи с тем, что зарплаты маленькие, постоянная какая-то оптимизация, слишком много пациентов. Кто-то говорит, что да нет, это в целом у нас проблема, еще с образования медицинского началась. Ну то есть, по крайней мере, вот такой негативный фон, он, конечно, все время присутствует. Между тем, как вы правильно сказали, это социально важная профессия. Мы с врачами сталкиваемся, если не ежедневно, то достаточно часто. И, конечно, это люди, от которых во многом зависит качество нашей жизни, и сама жизнь тоже порой. Поэтому мне кажется, что вот само предложение поучаствовать не просто в конкурсе врачей, а поучаствовать в такой пропаганде вот этой профессии, самой статуса врача, это ужасно ответственная вещь. Почему к вам обратились? Ну, вы спросили... Что вам сказали? Светлана Александровна сказали. Ну, вы сказали, как был вопрос, что сподвигло или кто сподвигло. Ну, на самом деле, таким двигателем у меня стал мой главный врач, Набатов Игорь Федорович, главный врач областного онкологического диспансера. Да, наши слушатели с ним знакомы. Хорошо. Ну, очень. Конечно, выбрать кандидата, который мог бы принять участие в этом конкурсе. Это говорит о прекрасной стратегии, о прекрасном аналитическом мере руководителя. То есть нас, в принципе, врачей много. Но правильно расставить приоритеты, сделать ставку на врача, который может принять участие в конкурсе и может принести победу. Но это, конечно, заслуга только главного врача. И как интересно он это сделал. Он не выбрал какого-то суперхирурга, где легко показать результаты конкретных операций. Да, мы об этом тоже поговорили. А выбрал заведующую поликлиникой. Почему именно поликлиникой? Потому что на самом деле сделана операция, вот она принесла результат, спасла жизнь человеку. А поликлиника – это фронт. Это первая линия встречи с пациентом. И пациенты наши абсолютно разные. Есть благодарные, есть врачливые, есть уставшие, есть больные, есть здоровые. На минуточку. Поликлиника в онкологическом диспансере – это то место, где пациенту впервые озвучивают. Вот этот диагноз. Да. И показать вот именно эту рутинную работу, рутинную работу врача поликлиники, это было очень важно представить на конкурсе. То есть именно отразить работу тех врачей, которые, казалось бы, делают незаметную работу. В поликлинике на самом деле работать очень сложно, потому что тебе нужно очень быстро принять решение, минимальные сроки провести обследование, поставить диагноз. И самое сложное, как вы, Светлана, абсолютно верно заметили – сообщить диагноз. Рассказать пациенту, что его ожидает дальше. Рассказать его перспективы о его здоровье, лечении и, возможно, всей жизни. Пообщаться с родственниками. Причем с пациентом бывает намного проще общаться, чем с родственниками. Все хотят услышать какие-то фантастические истории, какие-то обещания неправдоподобные в тех ситуациях, когда мы не можем дать таких обещаний. И вот найти слова, сказать правду, но так, чтобы это была правда не столь болезненно, это, конечно, очень сложно. На самом деле, даже придя в профессию, я была не готова вообще ко многим моментам, которыми столкнулась уже дальше. Да. Мы об этом поговорим, как пришли в профессию. Давайте про конкурс вернемся. То есть выбор Игоря Федоровича понятен. Он решил послать человека, который работает на самом, может быть, на тяжелом фронте, на тяжелом участке. Ежедневная, вроде рутинная, но такая сложная работа. И вот он вам говорит, значит, вы и так, Светлана Александровна, на фронте. Давайте вы сейчас поедете еще и на конкурс. Какие этапы этот конкурс включал? Вы же не одна была искренна. Да, конкурс проходил в три этапа. Первый этап – это на уровне своей медицинской организации вот как раз оценивается, выбирается кандидатура, которая будет писать, представлять работу. Работа тоже – это не просто там какая-то работа. Она составляла из нескольких блоков. Ты представляешь себя, свою работу, свою поликлинику. И дальше дополнительные моменты, которыми ты сталкиваешься в работе. То есть вот мы, я, например, в своей работе писала о школе пациента, как организатор школы пациента. Организатор центра «Новая надежда» был у нас такой центр, работали с пациентками. Об акции «Онкопост». То есть это та самая акция, которую мы проводим силами онкодиспансера при поддержке Министерства здравоохранения Кировской области. То есть описывалось всё. Нужно было снять фильм. Представить фильм о работе в поликлинике. Фильм своими силами снимали? На смартфон? Нет, нет, нет. Своими силами то, что я описала сценарий. То есть я вот написала сценарий, как бы я хотела, чтобы люди увидели нас, как раскрыть нашу работу. И уже при помощи специалистов мы отсняли фильм. Вот, я его сама озвучивала. То есть тот текст, который я написала. И вот этот фильм был представлен. Фильм, на самом деле, получился очень такой хороший, тёплый, добрый. А где его можно посмотреть сейчас? На сайте есть? Нет, наверное, на сайте его нет. Надо выложить. Чтобы вы посмотрели все. Ну, хорошая мысль, да. О работе врачей. Ведь поймите, то, что я пошла на конкурс, ведь я не просто так вот взяла, вдруг появилась такая вот вся из себя умная, красивая. Это же работа всего коллектива. Это работа моих сотрудников в моей поликлинике. Это работа заведующих отделений. То есть мы работаем вместе, коллегиально. И вклад в формирование меня как личности был огромный. Моих учителей, моих коллег, моих друзей. То есть вот эта вся ответственность вот такая, она тут разом навалилась. И вам нужно было это сделать так, чтобы это было, осветило все эти там, да, многие грани, но ещё и произвело впечатление на жюри в итоге. Да. Вот как раз второй этап конкурса. Он состоялся в Министерстве здравоохранения Кировской области, где были представлены работы разных конкурсантов по разным номинациям. Ну, то есть там были врачи различных специальностей. Вот. И выбирались работы, которые стали победителями на уровне региона. И в дальнейшем выбрали работы, которые можно представить на всероссийском конкурсе. Я, конечно, очень благодарна, благодарна Министерству здравоохранения, то, что моя работа была так высоко оценена, что мне дали возможность принять участие в российском конкурсе. Это было вообще, конечно, здорово, очень приятно. И то, что я не подвела никого, то, что принесла победу Кировской области, это здорово. Потому что, на самом деле, мы с вами говорили о престиже профессии. Мне очень хочется, чтобы наши люди в Кировской области знали, что у нас в Кирове работают врачи, которых признают на уровне России. И ведь я такая не одна. У нас и для меня врачи побеждали в подобных конкурсах, и не только врачи, и медсестры. То есть конкурс, он давнишний, и это очень важно. Все, что было сделано, это сделано было именно для престижа здравоохранения Кировской области. Ну вот я бы тут сказала следующее, что, конечно же, здорово, что... Вот вы пришли сюда и рассказываете. Конечно, здорово, что коллеги и СМИ тоже это освещали. Но, видимо, нужна какая-то системная действительно работа такая, чтобы эти сюжеты... Он на ГТРК был показан, ваш фильм? Фильм нет. Это, наверное, сложно. Был репортаж. То есть, конечно, об этом нужно всегда говорить. И как можно больше таких людей должны постоянно быть в СМИ. И здесь я хочу свою благодарность вам высказать, Светлана Александровна, потому что вы всегда приходите к нам в эфир и всегда рассказываете про акции, про онкопост, и про все, что связано с этой болезнью, и с методами лечения, и с жизнью онкологического нашего диспансера. Это очень правильно. Здесь уж моя благодарность. Я могу сказать, что на конкурс, я тут вижу, по материалам, поступило на Всероссийский конкурс 653 работы. Это уже после регионального отбора. После отбора на уровне самой клиники отобрали 653 работы по 29 номинациям. И вы стали победительницей. Ваша работа ушла туда. Что там происходило? Ну, то же самое просматривалась сама работа. Вы знаете, там не должно было быть мелочей. Вот само оформление работы предоставлялись печатный материал в электронном виде и фильм, естественно. Фильм представления, как я уже говорила. Даже саму работу нужно было оформить так, чтобы она взывала у жюри сразу же какой-то позитивный настрой. Это и художественное оформление тоже учитывалось. И там уже оценивались работы. И выносилось решение жюри. Вот я заняла третье место по России. Это было здорово. Вам сообщили. Да. Вас куда-то вызвали для награждения. Ну, про награждение тут отдельно. Момент награждения был очень приятен. Мне сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Вениаминович Черняев. Позвонил мне сам вечером, в пятницу. Поблагодарил меня, поздравил. Честно говоря, я сначала не сразу поняла, о чем идет речь. В пятницу вечером, как после рабочей недели. Да, да. Я услышала очень теплые, очень приятные слова благодарности о том, что я не подвела, что и до меня медленно начинает доходить. Я что-то сделала. Вот, конечно, это было очень приятно. После этого я уже посмотрела в интернете, зашла на сайт Министерства здравоохранения РФ и увидела себя вот в числе призеров. Кто награждал и где? Награждение. Я очень благодарна Министерству здравоохранения, что очень сделали торжественное награждение. Вы слышали, что 21 июня у нас в Кировской области был визит второго лица Министерства здравоохранения РФ Яковлева и Татьяны Владимировны. И как раз у нас проводилось на базе онкологического диспансера совещание и в торжественной обстановке в своем родном диспансере. Да, лицо такой величины мне вручило и диплом. И, кстати, она же поздравила Игоря Федоровича. Он получил знак отличника здравоохранения, что очень высоко ценится среди. Это очень высокая награда для врачей. Поэтому было нечем... Это очень хорошо, это очень вдохновляет, очень мотивирует персональных сотрудников дальше продолжать свою работу. Конечно, это прекрасный повод к мотивации. Это появляется такой заряд энергии. Ты понимаешь, что можешь что-то делать, что тебя оценили, и хочется сделать что-то еще. Да, да. Ну, мы с вами обещали рассказать нашим слушателям о том, как вы пришли в профессию. Очень много сюрпризов вы сказали. Ждала на этом пути. Да. Ну, по окончанию я закончила наш Кировский тогда еще филиал Пермского медицинского института. Я была первым выпуском. Вот. И выбор пал... Я очень хотела быть хирургом. Я мечтала о хирургии. И, в общем, выбор пал на онкологию, потому что, ну, так сложилось, была возможность. В моей судьбе сыграл очень огромную роль один человек. Это бывшая заведующая поликлиника анаглорического диспансера Климова Альбина Романовна. Тоже заведующая поликлиника. Да. Это очень близкие друзья нашей семьи. И Альбина Романовна меня привела вот тогда в диспансер и сказала, вот, Свет, вот и гинекологию, которую ты любишь, и оперативные хирурги, то, что ты хочешь делать большие объемные операции, вот так, с ее легкой руке. Я пришла врачом-ординатором в отделение урогинекологии. Тогда было совмещенное отделение урологии и гинекологии. И вот мой первый заведующий, Дудин Валерий Александрович, очень меня вкладывал ко мне, относился очень тепло, по-отцовски. Вот. И начала свою деятельность там. На самом деле я была не готова ко многим моментам. Я была сразу не готова сообщить диагноз. Я не знала, как это сделать правильно, как человеку сказать правду. Я была не готова, что в какой-то момент у меня на операционном столе окажутся очень близкие люди. И с этим пришлось столкнуться. Да. То, что ко мне обратятся мои одноклассники, мои однокурсники, мои самые близкие родственники. Вот. Была не готова, но бросить. Я смотрю по вашей реакции, что несмотря на многолетний, многолетний опыт работы, это все равно такая же боль. Правда же? Да. Такая же боль. Это так же тревожит, когда из жизни уходят люди, которым ты пытался помочь, и ты понимал, что вот ничего сделать. Может, это очень близкие люди. Поверьте, с каждым уходом пациента умирает твоя частичка. Потому что ты вкладывал в него душу, ты болел за него, переживал за него. И, может быть, я очень рада, я человек неравнодушный, что я сохранила, несмотря ни на что, несмотря на эту жестокость этой профессии, я сохранила в себе такую душевную доброту и отзывчивость. Я вот вообще... Я думаю, это мешает врачу. Врач должен быть такой циник, нет? Это мешает пациентам. Я по натуре очень добрый человек. Вот, я оптимист, абсолютно такой оптимист. Я верю в доброту людей. А как вот всё время верю в это? Светлана Александровна, как не растратиться на все вот эти душевные переживания? И каждому человеку по частичке расскажешь? Это очень сложно. На самом деле, восстанавливаться после некоторых моментов бывает очень тяжело. Что помогает? Что помогает самый верный друг собака. Так. То есть вот какие-то простые жизненные ситуации. И для меня поддерживает очень семья. Вот семья – это стена, вот то пространство, которое мне даёт возможность дальше жить, работать, творить. Безумная поддержка всех членов семьи. Крепкий тыл – это мой муж. Это дети. А он в каком смысле муж тыл? Он просто финансовый тыл или какой-то ещё другой? Нет, это друг. Это и финансы, это и поддержка, это и физическая сила. Он вами гордится? Конечно. А дети? Дети – это тоже поддержка. То, что даёт маме работать. Когда они были маленькие, и бессонные ночи, и экстренные операции, дежурство, и воспитание детей по телефону. Вы представляете? Вы же тоже мама. Да, да. Я знаю, что такое воспитание по телефону. Как не хватает детям мамы. Но, несмотря на это, они меня не подвели. Они оба очень достойные. Дочка закончила университет с красным дипломом. Она работает по специальности. Они далеки от медицины. И медики. Она у меня графический дизайнер. Её очень творческая натура. А сынок сейчас учится в Санкт-Петербурге. Он у меня абсолютный технарь. А не было желания привести в профессию медицину детей? Нет, не было. Не было, потому что это должен был либо их выбор быть, а насильно говорить, пойдёмте, дети, туда, чем занимаюсь я. Я хотела, чтобы они развивались самостоятельно в том направлении, которое им больше нравится. Потому что мы же знаем, что очень часто успешные врачи в профессии открывают династию или продолжают династию. На вас ваша династия завершилась, я так понимаю, да? На меня началась, но мне не завершилась. На вас и завершилась. Да, у нас в семье. Родители у меня педагоги. Я в нашей семье первый врач. Второй врач – это мой брат. Вот, то есть тут я сыграла такую роль, я повела его за собой. У меня младший брат. И, наверное, очень часто в семье я всегда была лидером, была примером для него. Ну и Алексей вот тоже поступил в медицинский институт. На сегодняшний день он полковник медицинской службы, кандидат медицинских наук. Военный медик. Да, очень такой в своей сфере известный, состоявшийся доктор. У него тоже прекрасная семья, жена – врач. И, кстати, у Алексея вот там уже складывается у него преемственность. Мой племянник, он является курсантом военной медицинской академии. Нынче вот заканчивает второй курс. Нам уже есть с ним о чем поговорить. А вот я хотела вас спросить, как раз твой самый первый этап, когда вы были еще девочкой, школьницей, спрашиваю в связи с тем, что у нас есть такая программа «Открывашка», где ребята открывают для себя мир, в том числе и профессии. И у нас есть такая задача – познакомить их в профессии врача, может быть, с разными даже специальностями. Профориентационная такая будет программа. Замечательно. В каком возрасте вы начали задумываться от профессии врача? Что было предпосылками, может быть? Ну, я, возможно, сейчас удивлю, что я хотела быть, вообще-то, охотоведом. Так, я тоже когда-то хотела. Вот. И мне, честно говоря, очень нравилась кинология. Я занималась охотничьими собаками, русско-европейскими лайками. Я ходила в охоту общества, в стендовую стрельбу. И максимум, что я очень люблю животных, занималась наиподроме. Собака – это ваша подпитка такая? Да, да, да. Моя подпитка. Вот. Я занималась наиподроме. Кстати, до сих пор с удовольствием сажусь в седло. Это тоже подпитка, это тоже вот такой момент снятия стресса. Вот. Ну, максимально, что я подумала, может быть, я буду ветеринаром. Все-таки очень любила животных. Но как-то, знаете, на тот момент так складывалось, это же было давно. Каких-то ветклиник у нас вот таких, как сейчас, не было. Я так хорошо подумала. Ну, тут еще Альбина Романовна, про которую я уже упоминала, тоже. Так это меня очень осторожненько так настроило, что девочка из интеллигентной семьи, ты хочешь быть врачом, а может быть, будешь человеческим врачом. И решение, что я буду врачом, я приняла в восьмом классе. Я приняла в восьмом классе. Я полностью прочитала весь учебник о кушерстве и гинекологии Жирдания. Посмотрела и решила, что вот это мне нравится, я буду обязательно гинекологом. И вот с того момента все было целенаправлено только на это. Я занималась, у нас в школе был кружок, санпост. Ходила, принимала участие в соревнованиях. Если мы куда-то ехали, я везде принимала на себя ответственность, что я буду медицинским работником. И, собственно говоря, по окончанию школы, конечно, даже не было вопросов, куда я пойду, что это будет именно медицинский институт. Ну, в общем, так и вышло в институте, когда я училась. Я знала, что я буду только хирургом. Ну, просто у меня такой темперамент, такой вот характер у меня. Ну, мне было бы сложно работать терапевтом. Вот, и просто шла вот к этой цели. Восьмой класс. Да, восьмой класс. Хорошо. То есть это не только, ну, тут, конечно, можно сказать, что селфмейт, то есть сама себя сделала, но вы уже упомянули, что у вас были направляющие. Все-таки были люди, которые повлияли. Да, да, были люди. И этот человек, который повлиял заведующей поликлиники онкодиспансера на тот момент, наверное, даже не предполагал, что вы тоже будете заведующей поликлиники практически занимать ту же самую должность. А поликлиника Кировского областного онкологического диспансера, она в последнее время, неправильное слово, наверное, гремит, но она все время на слуху. Она всегда, в том числе Министерством Кировской области, Министерством здравоохранения, она всегда демонстрируется как образцово-показательное. Мы об этой поликлинике тоже говорили здесь в эфире многократно. Я о ней говорила многократно, я там бываю сама. И сейчас я вижу, правда, на глазах она тоже меняется. И очень много нововведений, особенно вот эти вот современные всякие электрованные нововведения. Тут декларировал не раз Дмитрий Александрович Курдюмов, что это все важно, это мы делаем для пациентов. Вы увидите, как сократится количество очередей. Но он прежде всего говорил про очередь в отношении того, что люди перестанут конфликтовать, а это вообще никому не нужно. Когда ты болеешь, тебе нужно быть спокойным. У нас остается просто не очень много времени, буквально 8 минут. А очень хочется, чтобы вы про жизнь в своей поликлинике рассказали, что у вас сейчас там происходит. Ну, на самом деле, вы упомянули Дмитрия Александровича. Это вообще талантище в плане организации. И он же первый начал вот эту работу в своих поликлиниках, в своей поликлинике, в Центре травматологии и ротопедии. И перенять вот этот опыт для нас было очень важно. Сделать то, чтобы пациенту было удобно. Все, что сейчас происходит в поликлинике, это не окончательный вариант. То есть я постоянно стараюсь мониторировать время пребывания пациента в поликлинике, искать слабые места. Мы с коллегами обсуждаем моменты, где мы можем сократить время и комфортность пребывания пациента. Это делаем на сегодняшний день. Если вы у нас были, видели, у нас сделана прекрасная навигация, замечательная навигация. Ой, а раньше-то как было тяжело у вас? Светлана Александровна, может, заблудиться было в здании? Конечно. На самом деле здание очень большое. Многие диагностические службы разбросаны по территории диспансера. И на сегодняшний день вот эта прекрасная навигация, которая выполнена и на стенах, и на польной навигации, она облегчает пациенту передвижение по поликлинике. Электронная очередь. Прекрасно. Пациент не бегает, не спрашивает, кто за кем. Машина сама автоматически формирует очередь. Врач видит время ожидания пациента. Видит, если пациент был записан заранее, у него все высвечивается, отображается на мониторе. И он знает, какой пациент, когда к нему должен зайти. Есть возможность перенаправления пациента по кабинетам. Поменять очередь, если этот пациент в тяжелом состоянии. То есть это здорово. Врачу не надо бегать, спрашивать, кто там за кем. И пациенты сидят спокойно. Они уверены, они знают, что их точно примут, раз они получили номер очереди. На сегодняшний день мы стараемся ввести еще некоторые удобные моменты. Ну вот посмотрим, как у нас это получится. Я думаю, все получится. Я сейчас вспоминаю, что даже в центрах более крупных этого нет еще. Вот, кстати, как-то с коллегами из других регионов делитесь опытом? Да, к нам приезжала огромная делегация из республики Татарстан. Между прочим, где огромный центр. Приволжский федеральный округ, центр, это онкологический диспансер. И они приезжали у нас принимать опыт, как им устроить точно такую же навигацию, ввести электронную очередь, электронную регистрацию пациентов. Да, делились опытом. Кстати, вот когда приезжала Татьяна Владимировна, у нее в составе делегации тоже были... Это замминистра здравоохранения. Да, замминистра здравоохранения. У нее делегации тоже были из разных регионов. И пока ожидали приезд министра, замминистра, прошу прощения, мы прошли по поликлинике, то есть там была Ярославль, Пенза, они тоже посмотрели, сказали, да, здорово. Здорово понравились, потому что светлые холлы, светлые холлы. Главное, чтобы было светло, много воздуха. Достаточное количество мест для ожидания. И вот сама регуляция очереди, они, конечно, сказали, что здорово. Очень понравилось. Будем обязательно у себя вводить такие же... Вдохновились, вдохновились. Ну, кстати, не секрет, что абсолютно по всем отраслям в последние годы в связи с кризисом пришлось уже массы, и не может не радовать, что вот на эти важные вещи, на развитие деньги есть, они выделяются, и развитие идет. То есть мы не застреваем в каменном веке, и это очень вдохновляет, правда, облегчает и жизнь пациентов, и работу врачей. Конечно, конечно. Вот еще один вопрос, который я хотела затронуть в нашей с вами беседе, это вопрос персонала, сотрудников, специалистов. Собственно говоря, вы, популяризируя этим конкурсом, участие в этом конкурсе, профессию, и всеми своими эфирами здесь у нас в студии, и всеми своими выступлениями в СМИ, вы точно можете сказать, какого качества сейчас сотрудники приходят после медицинских вузов. Как вы их выбираете? Как вы их курируете? Как выращиваете? Или они уже прям готовенькие приходят? Нет, конечно, они приходят не готовенькие, и мы все очень разные, очень индивидуальные. Если говорить о вопросе профессиональной подготовки, это одно, а морально-этические качества, это другое, потому что мы все абсолютно разные люди, и мы не все умеем общаться. Давайте начнем с профессиональной подготовки, а потом про этические аспекты. Которые к нам приходят доктора, профессиональную подготовку, конечно, приходится доучивать, дорабатывать, есть такие моменты, но в целом уровень подготовки очень достойный. Мне интересно, вы когда у вас открываются вакансии, или вы там просчитываете какие-то вакансии, всегда же это нужно делать, вы все-таки больше ориентируетесь на выпускников вузов, или на врачей, которые где-то там отработали, может быть, в районах, в первичном звене и так далее. Дело в том, что, Светлана, чтобы прийти в онкологию, есть некоторые нюансы. Нужно получить дополнительное образование. И так просто взять человека без сертификата, врача-онколога мы не можем. Поэтому учитывается и желание врача работать, понимать всю сложность. И это неважно, либо это врач с опытом, либо молодой. Но, честно скажу, по опыту, молодежь всегда научить проще. Чем переучивать. Чем переучивать. Потому что очень важно прийти в онкологию изначально. Вовремя. Вовремя. Да, потому что, когда у врача уже сложился несколько другой менталитет, отсутствие понимания процессов онкологического заболевания, что-то поменять в его стереотипе мышления бывает очень сложно. А что тут такого? Ну, вот процессы онкологического заболевания не описаны везде уже. Да. Ну, вот прочитал и изучил. Ну, новое какое-то. Дело в том, что онкология – это мультидисциплинарная наука. И тут нужно знать гораздо больше. Нужно понимать взаимодействие этих процессов. То есть абсолютно может быть сходная клиника абсолютно разных заболеваний, в том числе и онкологических там. И поэтому вот именно научить мыслить в точку именно вот такие мозги онкологического мышления – это очень важно. Поэтому с молодёжью в этом отношении работать проще. У него ещё нет замыленного глаза, у него есть ещё возможность воспринимать и желание воспринимать. И там нет каких-то амбиций. Я ещё всё-таки считаю, что прислушиваются. Поэтому с ними проще всегда бывает. Ну, и хорошо. И вот такие вот люди всё-таки специфические? То есть они часто попадаются? Их много? Или всё-таки не каждый? Прямо ждёте каждую звёздочку? Не каждый. Прийти в онкологию решается вообще не каждый. Хотя, между прочим, я тут слышала краем уха, что в медицинских вузах сейчас отделение онкологии считается престижным, потому что хорошо оплачивается эта профессия. И туда конкурсы. И, ну, как говорят, модная профессия. А вы говорите, не каждый может прийти. Не каждый. Ну, не знаю, как насчёт модная профессия. На самом деле принять решение, стать врачом-онкологом – это такое очень ответственное решение. И не каждый может это принять, потому что на самом деле работать очень тяжело. Особенно в поликлинике. Потому что сталкиваешься с болью каждый день. И каждый день приходится общаться с пациентами, которым ты, к сожалению, не можешь ничего сказать хорошего. К сожалению. И немногие готовы к этому. Тяжело физически. Очень огромные нагрузки на врача. Потому что приходится там не просто выписать какую-то микстуру от кашля, а проговорить. Это очень тяжело эмоционально. И у нас есть доктора, которые, по-моему, выучили, но они ушли, потому что им стало просто тяжело работать. Это значит, были не наши люди. То есть такое профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание. Да, причем у некоторых эмоциональное выгорание случается в течение двух лет, а у некоторых просто с возрастом. Но это сильные люди, сильные люди в профессии. И вот эта психологическая помощь нужна здесь, я так понимаю, и пациентам, и врачам. Да. И пациентам, и врачам, да. И в связи с этим у вас ведь даже целая школа пациента организована. У нас есть на нее еще две минуты. О ней просто нужно сказать. Я-то считаю, что это очень важная вещь, конечно же, в лечении этого заболевания. Сразу же попасть в руки тех людей, которые тебе расскажут, как жить с этим. Кто работает у вас в этой школе? У нас основной специалист – это психотерапевт. Организатором школы являюсь я. И школа проводится по разным дисциплинам. Мы опрашиваем пациентов, то есть собираем мнение пациентов и уже решаем вопрос, на какую тему будем проводить в школу. Потому что на самом деле очень важно, чтобы пациент не чувствовал себя брошенным, чтобы он знал, к кому он может обратиться, а на этой школе найти себе подобных, создать какие-то сообщества и общаться между собой. Ведь приходится рассказывать иногда банальные вещи. Мы на школу пациентов приглашаем не только пациентов, но и их родственников. Потому что очень многое зависит от родственников, от того, как пойдет процесс реабилитации, социальной адаптации. Приглашаем различных специалистов и по питанию, и по протезированию, специалистов лечебной физкультуры. Потому что у каждых пациентов разные проблемы. Поэтому школы у нас бывают направлены на определенные заболевания. Такая серьезная история, потому что нет ничего, наверное, страшнее в любой болезни, а с этим диагнозом особенно, чем остаться один на один с ней. А еще, знаете, один на один с интернетом. Да уж. Потому что это можно сразу сказать, что когда в интернете люди начинают общаться, а не личные какие-то вещи, то что только не происходит на самом деле. Я вот как-то против, хотя многие популяризируют, всякие форумы. Я против, я за личное общение. Светлана, вы знаете, на самом деле, чтобы понять, что написано в интернете, все-таки для этого нужно окончить медицинскую академию. Поработать, пройти ординатуру или интернатуру, еще немножко поработать, и вот тогда можно будет уже понять, что там написано. Потому что на самом деле иногда пациенты прочитают такое и привязывают это к себе, а самое главное – мыслить позитивно. Если зацикливается на болезни и встает на сторону болезни, то исход, как правило, на излечении бывает, не бывает хорошего. Я всегда за то, что пациент вставал на сторону врача и вместе с врачом боролся против болезни. Выполнял рекомендации доктора, который занимается именно его проблемой. И пациенту проще, и врачу проще. Вот это прекрасная совершенно точка в нашей программе. Это можно назвать символом вообще нашей программы «Слушайте доктора». Стоять на стороне врача и вместе с врачом двигаться по жизни. Я благодарю вас за участие в нашей программе. И напомню нашим слушателям, что в гостях у нас была Хлебникова Светлана, заведующая поликлиникой Кировского областного онкологического диспансера. Светлана Александровна, благодарю. Спасибо. Спасибо. Желаю всем здоровья. Слушайте доктора. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.